Единство белорусского народа – основополагающий фактор сохранения и укрепления суверенитета и независимости страны. Так начал свое выступление помощник президента, инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик во время диалога с коллективом Брестской детской областной больницы. День народного единства – праздник, объединяющий наши сердца и напоминающий нам о силе солидарности и единства нашего народа. Разговор получился честный, искренний и открытый. Валерий Вакульчик говорил о богатстве истории нашей страны и многовековой культуре, которая сплетается в неразрывный узел, обогащая нашу национальную идентичность. Отдельный инспектор по Брестской области остановился на истории Западной Беларуси и ее борьбы против польского влияния. Конечно, вот эти все события, которые происходили, и вот эта атмосфера, которая царила, конечно, она не могла удовлетворять людей, которые проживали здесь. И буквально с самого начала 1921 года началось массовое партизанское движение, которое активизировалось уже к 1922 году. Было более 878 партизанских операций, которые были выведены в 1922 году на территории Западной Беларуси. Силы Республики Беларусь в ее многонациональности и многоконфессиональности, в ее мультикультурной среде и законах. Здесь каждый гражданин имеет право на свое мнение и свободу выражать свои убеждения. Наше единство – это гарант сохранения независимости и развития нашей республики. К таким выводам для себя пришел каждый участник встречи. Посетил нас помощник президента, курирующий Брестскую область. Посетил нас в празднике День народного единства. Он довел нам информацию. Достаточно душевная беседа. Было познавательно. Спасибо. Нам очень важно видеть перспективу, потому что мы видим по себе, что сейчас на здравоохранение обращены взгляды власти. И в прошлом году у нас открылся целый корпус, в котором переселилась часть отделения. Сейчас после ремонта увидели мы значительный сдвиг. Поэтому понятно, что это обнадеживает, это дает толчок развиваться. Будем думать, что этот процесс будет непрерывный. Мы говорим по поводу Дня народного единства, как символ суверенитета и независимости нашей страны. И по сути дела это и символ силы, и символ, или как путь решения проблем, начиная от бытовых проблем и заканчивая проблем общегосударственными, общими мировыми, я бы сказал. Ведь и наш президент призывает весь мир сплотиться для решения тех проблем, которые масса, и голод, и изменение климата, и природные катаклизмы. Их надо решать, надо готовиться к этим всем вещам, а не распродаться каждый по своему дому. Посмотрите, да, мы прошли недавно до Жимки, в Ганцевичах, да. Район удаленный от Бреста, от Минска, находится в стороне, достаточно бедные земли, и промышленность не очень развита, но там же живут наши люди. Разве могли бы они сами вот так взяться и так обустроить этот город Полесский? Нет, конечно. А собрались всем миром, опять-таки в области. Мы вместе сделали, посмотрели дворы, улицы, татуары, поликлинику тоже. Да, уже видели это все. Это, опять-таки, пример нашего единства и результат нашего единого действия труда, усилий, направленных на решение каких-то конкретных проблем. Вот и результат. И результаты единения есть не только в Ганцевичах. В Брестской детской областной больнице завершилась реконструкция хирургического отделения. Она направлена на оптимизацию пространства и обновление оборудования, чтобы обеспечить более эффективное и безопасное лечение маленьких пациентов. Теперь все палаты и отделения, а это 60 коек мест для больных, соответствуют требованиям и стандартам современной медицины. Я счастливый новосел. У нас закончился ремонт отделения. Отделение переехало в... Ну, вообще-то вы должны понимать, что больница была открыта, наш корпус, в 1989 году. И этот ремонт, это, наконец, настоящий большой ремонт, после которого значительно улучшились условия для детей, в первую очередь, улучшились условия для персонала. И я очень рад, что мне сейчас не стыдно, когда ко мне поступают дети из районов, области. У меня действительно сейчас отделение выглядит на уровне, на должном уровне. На самом деле, я так хочу сказать, что в настоящий момент мы достаточно остро нуждались в ремонте нашей корпуса, потому что условия были как изначально созданы в тот момент, и на самом деле уже, имея это же больница не только областного, она же и городского уровня, и ремонт нам нужен был. На самом деле уже вчера и наши посетители, и наши пациенты, мы и сотрудники, конечно, поняли и увидели, как может быть на самом деле, или, конечно, еще немножко, может быть, где-то что-то нужно доделать, не все сразу, но и условия пребывания, во-первых, в больнице, это же для пациентов, и условия нашей работы, надеюсь, будут намного лучше. Светлые чистые палаты, уютные коридоры, современное оборудование, должный уход и вкусная еда – вот что ждет маленьких пациентов в Брестской детской областной больнице. Условия, конечно, хорошие. Все есть, и кровати очень удобные, и санузел есть в номере, то есть, ну, лечение хорошее, врачи очень хорошие, здесь внимательные, да. Кровать удобные, ну, все нормально. А сейчас внимательные? Да, хорошие, добрые такие, ну, хорошие. А кормят как? Что? Кормят как. Хорошо. Что дают? Ну, с утра какой-нибудь каши, макароны. Если тогда, в не так далекие 1920-е годы, белорусские школы и больницы закрывались, то сейчас, спустя сто лет, они не только открываются, но и обновляются. И каждый белорус, каждый патриот своего края может стать строителем процветающей Республики Беларусь. Это ли не единство? Василина Бускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.